так ну ладно собственно давайте продолжим дальше и вот так дальше нам нужно пойти в отель-ресторан а там со всеми стрельцами погнали встретимся со я увижу тут девочки а доброе утро чаяки доброе утро что за пауза была я нахожусь и посреди того что делаю комбо я действительно не могу переиграть делать что я думаю что уже почти время я думаю что уже почти пришло время я пойду в ресторан тоже я что прервал ее посреди что-то что она делала ты уже проходил так что не зафейлишь но кстати я проходил игру на обычном уровне сложности я включил максимальный уровень сложности то есть ну как бы тут от уровня сложности меняется некоторые факторы сложнее найти плану дым когда доберемся до этого тогда и обсудим до самого скажем так реально самого просто гордостью этой игры что в аниме там геймплей когда сделали это просто в этом классном суде это просто фейспаум на это настолько плохо что не знаю концепцию игры это ляжет нормально а вот концепция ними это легло как ладно и будьте и будьте и будьте что-то написано доброе ном 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 доброе ут 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 утра не подобное не знаю хотя нет более ладно это непереводимая хри что я придумала приветствия когда мы все мы будем завтракать вместе это революционно новая фраза что сочетать в себе доброе утро и ном 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 в то же время это безусловная новая модная вещь который будем говорить не по факту я удостоверюсь в том что это новая вещь все будут говорить а доброе ном 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 утра ном ном трак господи ладно я пойду всем расскажу даже если она сделает этим это слово популярным она попрыжнем будет ограниченное таким островом но фума скажем так обычные мобы да нет нифига подобного на начальных уровнях да они слоу поки а в конце игры они тебя разрывают пукан просто так что нет я на середине в тот второго гидера и я бросил игру потому что мне пукан разрывали из-за того что я был слаб прокачен ладно сейчас неважно так несколько людей уже были в ресторане но никто не говорил ничего ни единого слова пока они там стояли люди которые должны были прийти в конце концов прибыли маке все остальные тоже пришли на газетана все уже тут кажется фу юхи тут нет может быть его уже убили что труп уже так уже не переходи на убитых людей я видела его сегодня утром снаружи однако он сказал мне что они не хочет присоединиться к нашему почему он должен вести себя так как будто он одинокий волк все время неужели он может он придумывать придумывает план как убить кого-нибудь казуичи ты не должен сомневаться своих друзьях но как бы он и куза не так ли ты что не понимаешь что это значит он части японский мафии я предполагаю что он тот человек который не придет даже если мы его призовем на и дару но думаю что тут ничего не поделает поделаешь я думаю нам стоит поговорить между собой кто-нибудь сможет ему рассказать потом все позже поговорить о чем мы собираемся поговорить радости я решил устроить вечеринку сегодня вечером вечеринка именно большая вечеринка который мы будем которая будет лица от заката до рассвета вечеринка до рассвета так чтобы все было ясно я не позволю никому все это пропустить вы все должны присутствовать на этой вечеринке это абсолютно обязательно эй сейчас не время говорить о таких вещах как вечеринка наоборот нет лучше времени для этого но все же нам действительно не стоит праздновать ну постойте я согласен с бяку нам у нас не будет никакой пользы если мы будем просто бездельничать вот так на самом деле из-за этой ситуации в которой мы очутились возможно будет лучше если мы всем укрепим наше нашу дружбу друг с другом вот о чем ты подумал да вот почему ты хочешь устроить вечеринку не имея значения почему я хочу устроить вечеринку в любом случае это жизненно важно этого и жизненно важно чтобы мы все находились в одном вич в одном месте вечером сегодня салу ты это сказал с таким значением все решено мы устроим себе вечеринку даже если так я не уверена что нужно это сделать сегодня вечером если я подумал об этом то я разъяснил все с самого начала я очень извиняюсь и мне очень очень жаль за то что я пыталась вмешаться в ваш план важно быть гибким гибким подобных ситуаций возможно возможно диверсия от всего этого это то что нам нужно тогда давайте жестко будем тусить в этом случае тогда я положу в дело свои удивительные навыки приготовленные приготовления еды для вас ребят нет на показ еще нужно было давать план блин как же как же все таки тяжело переводить прямо в эфире когда думаешь приходит нужные слова через пару фраз привет феодоран нет еще никто не умер но ты пропустил кое-что интересное нам сказали во первых что у них отряда отняли воспоминания как они дошли до острова и тут и то как они учились в школе и сказали что среди них есть предатель потому что их 16 а в школу академия пика надежды поступили лишь 15 людей то есть один из них предатель который может что нибудь сделать поэтому все жопа и короче все карты на стол самого начала если в первой части там все это только в конце все узнались и все очумели тут все самого начала рассказали все больше никаких секретов подумали мы а хотя с рогами точно ничего не употребляет ну знаешь я лично не проверял так что я не могу тебе сказать так и где же эта вечеринка будет проходить в ресторане это будет нормально нет это не подойдет нам нужно какое-нибудь место в которые посторонние не смогут войти место в который даже монокома не сможет войти то что нам нужно это замкнутое пространство замкнутое пространство но если ресторан не подходит то и у лобби тоже не подойдет нету ничего даже былишко близко подходящего ну и коттеджи тоже нет из-за того что у нас так много людей вряд ли мы сможем скажем так прижиться друг другу да ну если мы хотим прижиматься друг к другу то коттедж это реально лучший выбор прижиматься к даме господи я не могу поверить как ты себя комфортно чувствуешь когда ты говоришь такие извращенные вещи так громко может быть я извращенец на я такой извращенец которого все любят да уж твою самоуверенность действительно впечатляет и а как насчет старого выглядящего здания недалеко от отеля а то разрушенное место суда или точнее захудола и было бы правильно да но если мы постараемся и уберемся там я думаю что она как раз подойдет кроме того это это фактически единственное место который соответствует нашим требованиям и есть достаточно пространство скосе действительно однако маномия запретила нам входить в это старое место насколько я понимаю она сейчас посреди ремонта я услышала ваша без вашу беседу услышала все своими собственными ушами у меня хорошие уши потому что я кролик так значит ты использовала свои уши как странно тогда по какой причине нужны эти камеры наблюдения они что только для газа глаз монокомы что ли и она выглядит очень разочарованный но это не представляет интересно интересно мы можем уладить эту проблему в другое время что касательно старого здания ты пришла пришла сюда для того чтобы сказать что что-то об этом да да если это укрепит лучше 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 дружба между вами то я не колебаясь буду сотрудничать с вами и в таком случае я позволю вам войти в старое здание я сотрудничаю с вами так поэтому мне но можно прийти на вечеринку вместе с вами вместе этого не случится потому что ты такая отвратительная сделай себе одолжение держись подальше от зеркала ты будешь плевать от того что ты увидишь твои жесткие слова заставляет меня плакать господи это маленькая тварь просто офигенно фума кто тебе сказал что он того никогда он тут у нас лидер так значит мы все согласились со старым зданием так что насчет приготовлений если она посреди реконструкции разве нам не нужно убраться сначала там я никогда не занималась грязной работой известной как уборка раньше так что я взволнована я взволнована чтобы наконец-то испытать это не 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 за что тебе нельзя испачкать испачкать свои свои дорогие руки принцесса и я тоже не хочу этим заниматься что никто не хочет это сделать что ли тогда почему бы нам просто не решить с помощью жеребьевки жеребьевки уже таза по правде говоря я уже приготовила чертежки так сказать потому что я предполагал жил что нечто подобное произойдет да уж пройти через все проблемы для того чтобы приготовить это вообще еще думал что произойдет так тут кто возьмет скажем так палочку с красной метки тот и будет отвечать за уборку там окей это звучит честно хорошо тогда дают дайте так что ну что ж тогда давайте доверим нашу судьбу этой жеребьевки но никаких обид привет они ли один за другим все по очереди тянули палочки то что которые наги то держался держал своих руках и когда все было сделано и сказано точнее сказано и сделал неважно и что остался с красной меткой да уж для того кого называет невероятным невероятно удачливым студентам ты не кажешься слишком удачно удачливым думаю тут ничего не поделаешь но раз там только уборка поставьте это на меня я достаточно хорош в таком деле я так и думала ты походу хорошо разберу справишься с скажем так папой что дома сидит и во всем заботится я буду воспринимать это как комплимент хорошо я разберусь с готовкой хорошо сперва мне нужно приготовить свои ингредиенты а потом я начну готовить в старом здании я теру теру ханамура буду со всех сил готовить свои блюда мирового класса для вас хорошо тогда я пойду передам все детали касательно на вечеринки фуюкихо хорошо давайте поговорим о нашем деле тогда после ночного объявления монокомы мы все встретимся в старое здание окей все решено и после того как все ушли я решил вернуться в свой коттедж все еще есть некоторое время до вечеринки я ни за что не буду проводить все это свободное время глядя в ничего в моей комнате ну поскольку у меня есть какое-то свободное время мне стоит походить и поговорить со всеми ну что ж свободное время можно и пойти поговорить ну что ребят с кем идем сегодня говорить с чаяки мы говорили вчера два раза можно конечно снова к ней идти но не знаю так этот чувак подозрительный но мистер гарен тут все подозрительные очень даже подозрительные итак сейчас секунду проверю температуру пика нормально итак пошли к ебуке к ебуке ну вот у нас чаяки три фрагмента надежда из шести с остальными по одному собственно за знакомство мы их получили с садисткой ну я тоже за хиока пора клеить медсестру медсестру так ребят короче выбирайте из следующих хиока ну собственно наша скажем так ну короче она медсестра мекан да блин я даже не знаю тяжело прочти фума нет я не слышал что за лайки в автологии можно будет получить деньги и скажу лишь одно ай надеюсь это не повредит игре ну по любому я ее буду и возьму и даже постремлю чтобы обосрать если что потому что не позволю им зафейлить снова кстати ну мы тут по прокачке и потому как будем идти вперед будем открывать скиллы вот на то что спрашивали на что вы влияет прокачка например на получение скиллов пока что у меня ни одного скилла эти скиллы мне нам понадобятся потом ну когда придет время до них мы увидимся объяснение можно посмотреть побольше информации до которой муравей давит ну все касается ну Анилин ну как бы да он давно не торт но знаешь я надеюсь все таки на underground 3 когда нибудь и судя по тому что я вижу насчет нового нет форспида я вижу underground 3 как раз почему тебе медсестра не нравится господи ладно погнали к медсестре все 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 сделаем так тут у нас будет по моему два промежутка как раз свободно а сначала вот пойдем к медсестре а потом уже к Хиоко и все вот она Мекан у тебя какое-то дело ко мне что же мне сделать стоит ли мне пригласить Мекан пойти погулять а если ты не против провести время со мной тебя же никто не нет тебя же никто не наказывает за что-то не так ли стоп почему свидание с тобой у меня должно быть наказание так я провел время сегодня ну разговаривали с Мекан о чем-то там похоже Мекан и я не стал немного ближе так подарить ей что-нибудь блин а у меня подарков нету да ничего нету а нет есть вот это стоп а это нельзя подарить блин я забыл купить предмет мы не прокачаем с ней отношения ну ничего несмотря на тот факт что мы решили поболтать почему меня отвлекает постоянно Мекан вела себя подозрительно и вообще даже не взглянула на меня почему то я чувствовал что я сделал что-то плохое с ней хотя я знаю что я ничего не делал с ней как бы прошу прощения что это значит так внезапно я подумала что ты четко выглядишь так как будто в плохом настроении я что опять сделал что-то неправильно ой господи что же мне делать тебя это сделать счастливее если я разденусь постой почему ты так себя ведешь ты прав ты же не хочешь увидеть меня голой да тогда как насчет моих денег серьезно постой мне очень жаль это бесполезно я чувствую что если я сейчас начну паниковать ситуация станет еще хуже хорошо сперва я должен просто успокоить ее эй Мекан я просто хочу нормально с тобой поговорить и все поговорить сегодня такой прекрасный день ну да мне очень жаль стоит нужно ли мне снять с себя одежду серьезно тебе не нужно делать нечто подобное это беспокоит я думаю мне нужно начать говорить с Мекан о чем-то что приведет ее в восторг господи я вот реально когда впервые ее увидел она не знаю меня удивило что ли писец а у нее реально вот такое чувство что она реально испытала какую-то жесткую травму потому что блин боится даже своей тени походу так о чем же поговорить так любимый любимый тип пиццы любимый тип парней любимый тип бандажа стоп что а ладно пусть снимает нет не надо хотя она это здесь блин что же приведет ее в восторг какой разговор ну я думаю что наверное пицца или парни или или бандаж ну давайте ну жратва все любят разговаривать о жратве особенно японцы итальянцы но она японка так что нормально третий ну ладно ребят вы хотите третий ладно берем третий смотрите это чатик выбрал поговорим об типах бандажа любимый и это правильный ответ эй мекан какой тип бандажа ты любишь больше всего бандаж а давай посмотрим в наши дни есть различное нет есть большое различное их количество они чрезвычайно удобные потому что есть водонепроницаемые и липкий тип но я определенно люблю не эластичный тип они лучшие они не слишком сжимают ну по-прежнему твердо скажем так твои раны покрывает я рад похоже она входит в разговор Ой, я прошу прощения, я пошла впереди себя и начала говорить, короче, говорить по своему собственному усмотрению Да не беспокойся об этом, я же тот, кто тебя спросил об этом, в любом случае Кроме того, я чувствую, что я узнал тебя немного больше Правда? Тогда, ну, давай на сегодня закончим Если это не слишком сильно беспокоит тебя, я бы хотела бы еще с тобой поговорить Да уж, уже давненько никто не говорил со мной подобным образом, так что, конечно, когда захочешь Спасибо большое Так, ну, мы решили разделиться Ну, по какой-то причине я начал чувствовать, что Микан Смотрела на мою спину слишком долго Она неплохой человек, но я действительно не понимаю, как с ней общаться Нормально Ну, как бы, да Мы, как бы, она как раз и объясняла про этот тип бандажа, который называется бинты еще Просто тут двухмысленное слово, так сказать Есть два типа бандажа Про тот, который она нам как раз рассказала, хотя, который бинты И тот самый, который, ну, вы знаете Пока что я решил довернуться до своей комнаты Домой Какой там? Конечно же бандажом Ну что? Жаль, что она первая умрет А кто тебе сказал, что она первая умрет? Откуда ты знаешь, кто первый тут умрет? Никто не знает, кто первый умрет Только тот, кто прожел игру И все И да, кстати, слушайте Я тут погуглил немного Оказывается, второй сезон Ну, собственно, аниме по второй игре Хотели снять Но ее отменили Слава тебе, господи Надеюсь, ее никогда не сделают Потому что Такого говна, как с первой, не надо Так, у нас есть еще время Что, ребят, с кем идем дальше говорить? Она классная Ну, вот, кстати, насчет персонажей Вот что мне нравится еще в Драгонромке 2 Каждый персонаж уникальный Реально У каждого действительно очень У них у всех Очень разные характеры, поведения Тараканы в голове И именно вот Узнавать их получше Прокачивать отношения И все в этом духе Это вообще просто, не знаю Просто офигенно Вот Я после прохождения игры Ну, как бы После прохождения игры Открывается дополнительный режим Где ты можешь прокачать Все отношения с персонажами на максимум С теми, кто ты не успел во время сюжета И, блин, реально Это было, наверное, просто замечательно Ну, я думаю, мы это тоже сделаем Если все-таки мы игру Осилим до конца Ну, блин Как я уже говорил Эту игру я за поем прошел После первой главы До конца первой главы Я как-то ее потихоньку проходил А потом вообще За 2-3 дня, по-моему Так, ладно Идем к Хиоко Нет, ребят Мы решили Магазин Точно Но перед тем, как пойдем к персонажам Мы пойдем в магазин Чтобы купить себе Что-нибудь Короче, подарки для персонажа Чтобы отношения стали лучше Они нам понадобятся Так, супермаркет Где-то тут Ай, черт, С2 Могу только сюда Телепортироваться Ну, ладно Да нет И в первой Не сказал бы, что они так и одинаковые В той же самой игре Там они получше раскрываются И все-таки Поинтереснее Но, не знаю Мне персонажи второй части Больше нравятся Чем в первой И с первой части Мне только вот понравилась Но Киригири И Это готичный Алтян Как ее там Кто еще там Интересный персонаж был Достаточно Ну, не знаю Это Сакуратян Тоже достаточно Интересный Персонаж был Лучше в лотерею Магазин Да, ты прав Лучше пойду в лотерею Потому что магазин Там слишком дороговато А у меня сейчас 18 монет Нет, мистер Гарн За общение Деньги не дают Деньги тут дают Только за Собирание Фигурок медведя Или после Прохождения Школьных Судов Так, попробовать Ладно Погнали в эту лотерею Попробуем Что-нибудь хорошее Выбить Что это Плейбой Что-ли Черешня Или это Сельги Опять это Говно Наушники Морковка Подарю морковку Какой-нибудь Тян Что это Вибратор Что-ли Или самолет ХЗ что это Череп Слушайте Пойду я в магазин Куплю там Салфетки Они по По-моему По одной монете Стоят Что-то тут Ничего путного Ну как бы Чтобы что-то путное Выпало Нужно больше Монет отдавать Чем больше Монет отдаешь Тем более Редкие предметы И как бы И Чем меньше Монет тратишь Тем Реже Получаешь Новые Предметы А редкие Это вообще Думаю Понятно Кому Наушники Ну да Тут даже Не обсуждается Тогами Что-то Тут Забыл Ну да Как бы Аканы Тут вообще Даже Все понятно Аканы Нужно Кормить Точка Ей Больше Ничего Не Надо Что это стоит А Они стоят По 2 копейки Давайте я куплю Одно И давайте я чипсов Тоже А нет Чипсы слишком дорогие Давайте минеральную воду Хотя нет Минеральная вода Она особая Ладно Давайте еще один Набор И все Привет Слые Но тебе Выпало Два Ляда Волосных Фруктов Ну Наверное Да Но кому Их отдавать Тоже Аканы Что ли Так Блин Жаль Что первая часть PSV Все таки Не поддерживается Стоп А где Сайндж Она вроде бы Тут была Не оказалась А Дьява Волоски Ладно Где же она Находится Гами А вот она Она на центральном острове В парке Ну погнали С ней потусим Так А где она В парке Все таки на острове Да я понял Понял Фума Дьявоволосные Фрукты Привет Алгар Феодоран Я вижу Ты сам Запутываешься Да забейте Я понял Я знаю Что это такое Они у нас Как по-другому Называются Тоже так Ильфут То дел Дьяволу Так Я не знаю Что мистер Вечные Руки Собирается Делать Но Вечеринка Только для того Чтобы почувствовать Себя Лучше Да Как глупо Так Что же мне делать Стоит ли мне Пригласить Хёко Гулять Когда она Ведет себя Так Само собой Пригласим Ее Чувак Ты хочешь Ты хочешь Чтобы я Сделала так Чтобы ты себя Чувствовал Лучше Да Господи Ну ты Противный Так Я провел Время С Хёко Которая Продолжала Оскорблять Меня С широкой Улыбкой На лице Круто Привет Силверкроу Нет Но сейчас Будет Так Похоже Хёко Я Стал Немного Ближе Ага Пилим ХЗ Так Что хотите Сделать Давайте Что-нибудь Ей Подарим И что Нам Ей Подарить Блэк Рэббит Пикчер Бук Чёрный Кролик Книжка Книжка С картинками 2.5D Наушники Ух Нифига Себе Мне бы Такие А Это Термометр А я Думал Это Ладно Она Идеальная Для Музахиста Да Давайте Вот Чёрный Черешня Чёрный Не знаю Это Подарок Для Меня Я Думал Что это Кусок Мусора Нет Я Думал Что это Кусок Мусора Ну ладно Я возьму Эй Хаджиме Я думал Об этом С тех пор Когда мы Впервые Встретились Но ты Разозлишься Если я это Скажу Да Что Я не Собираюсь Злиться На тебя Каждый раз Когда ты Будешь Говорить Что-то Мне Хорошо Тогда Я это Скажу Я думал Об этом С тех пор Как мы Встретились У тебя Тенистое Выглядящее Лицо И ты Выглядишь Как тот Чип Человека Который Ленивая Жопа Нет Да Который Ленивая Жопа Чтобы Стараться Сделать Что-то И не только Я думаю Что ты Безнадежно Гонишься За мной Как Какой-нибудь Педо Извращенец Эй Постой Если Если Ты Думаешь Что У меня Такой Тенистое Тенисто Выглядящее Лицо Ну Я думаю Что я могу Закрыть На это Уже Но тебе Лучше Взять Обратно Те слова Что ты Сказала В конце Когда я Вообще За тобой Вообще Гнался Э Ты Сказала Что Не будешь Злиться Что Дерьмо На чертовс 2 Я смогу Ее оставить Когда она Ведет себя Вот так Извини Мне очень жаль Что я на тебя Накричал Пожалуйста Не плачь больше Господи Какая же Она Тварь Тогда Если тебе Действительно Жаль Ты можешь Мне купить Ту вещь Которую Я хочу Какого Черта Ладно Что я должен Тебе купить Ну Она В форме Звездочки И она Маленькая И она Миленькая И сладенькая Она Возможно Говорит О Конфетах Как ты Просто Хочешь Конфет Да Интересно Видел ли я Леденцы Что у нас Звездочек Похож Нет Точнее Неправильно Это не Нечто Такое Скучное Оно Меньше Симпатичнее Чем Обычные Конфеты Так Блин Да ты Какого Господи Какого Чёрта Возможно Она Говорит А Я Не знаю Это Похоже Всё-таки Ты имеешь Ввиду Конфе То Хёка Кивнула Тихо Но По крайней мере Она Перестала Плакать Тогда Ты хочешь Чтобы я Пошёл И купил Их Для тебя Прямо Сейчас Точно Именно И чтоб Ты знал Ты не сможешь Их найти В супермаркете Правда Боже Ходжима Ты такой Слабак Ты заставил Меня Сделать Обещение Которое Ты заставил Меня Сделать Обещение Не понимая Что это Невозможно И ты даже И тебе даже Удалось Обмануть Меня Фальшивыми Фальшивым Плачем Нет Безусловно Ты не Сфальсифицировала Эти слёзы Боже Ты такой Безнадёжный Ладно Я думаю Что я буду Легче По отношению Легче Обращаться По отношению К тебе И Заставлю тебя Принести Мне Что-нибудь Другое Давай Посмотрим Пойди Укради Трусы Сони Для меня Ты что Пытаешься Сделать Из меня Криминала Что ли Ребят Вместо Конфет Давайте Принесём Трусы Сони Офигеть Так Хорошо Расстроил Молодетку Что за Конфетива Я не понимаю Ну Сейчас Покажу На русском Это Кампейт Он Называется Вот Вот Они Спасибо Ночному Демону Кампейто Ну Вот Короче Вот Эта Хрень Кампейто Японские Традиционные Карамельные Конфеты Имеющие Португальское Происхождение Вот Оно Как И они Что Не имеют Русского Слова Как Я понимаю Ну Да Не имеют Ну Вот Так Пошли Да Фума Погнали Сейчас Украдём Трусы Для Лали Блин Господи Так Она Права Стоп Она Права В том Что Я Педобир Из-за Того Что За Ней Бегаю Что Я Не Бегаю За Ней Я Вообще Пришёл И тут Потому Что Вы Хотели Я За Соню Побегал Ладно Так Ты Пытаешься Сделать Из Меня Криминал Преступника Криминал Мне Больше Нравится Сука 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 Принеси Мне Серёжку Гандама Тогда И тебе Лучше Украсть Её Я Не Хочу Чтобы Ты Её Одолжил Ты В самом Деле Не Хочешь Этого Не Так Ли Ты Просто Пытаешься Заставить Меня Страдать Да Просто Позволь Мне Принести Тебе Какие Нибудь Другие Закусочки Я Принесу Тебе Что Нибудь Что Ты Любишь Да Но У них Нет Ничего Миленького Я Хочу Что Нибудь Миленькое Как Не Знаю Цветочные Конфеты Сделаны Из 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 Изысканного Испунского Сахара О Ты Испортила Мало Отродей Да Блин Нет Ни Единого Способ Заполучить Такого Вида Традиционных Конфет Тут Ну Прямо Как я и Думал Тебе Действительно Нравятся Традиционные Конфеты Традиционные Японские Конфеты Они так Продуманно Сделаны Что это Практически Искусство Они Такие Маленькие Блестящие И Миленькие Я их Люблю Так Сильно Иностранные Конфеты Сделаны С Слишком Много Сахара Поэтому Они Идеально Подходят Для Некультурных Идолов Окей Если бы Она Не Сказала Эту Последнюю Часть То Я бы Не Был Удивлен Ну Это Же Хиоко В Конце Концов Я Думаю Что Мне Нужно Просто Принять Это Но Я Чувствую Что Я Понял Хиоку Немного Больше Мы Все Будем Клеить Эту Медсестру Стоп Какая Медсестра Это Нифига Не Медсестра Это Невероятная Танцовщица Японских Народных Танцев Что С Бомбой Да Ничего Лежит Там Ничего Непонятно Так Принеси Игрушка Медведя Избавься От Стив Да Точно Принеси Монакуму Плохо Все Это Кончится Ну Фума Миленькая Че Я Б Связал Б Ладно О Уже Ночь О Кстати Все Настало Время Вечеринки Сейчас Как бы У исполнительного комитета Школьной поездки Академии Пика Надежды Есть объявление Сейчас 10 часов вечера Пожалуйста Верните свои комнаты И расслабьтесь И пусть звук Нежного Нежного океана Что бьется О камнях Позволит вам заснуть А сейчас Всем Сладких снов Спокойной ночи Спокойной ночи Он сказал Ну ладно У меня там Вечеринка Что ждет Хорошо Пришло время пойти В старое здание Недалеко от отеля Да Так Давайте немного сохранимся Ну Стретези Ну Я взял ту За которую больше Было голосов Было за Хьёко И за Эту Там была Я уж забыл И за медсестру В следующий раз Посмотрим Может пойдем К Мечнице К Пеко Пеко Яма Так Ладно Эм Мечнице 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 Мечнице